Я хочу официально сделать заявление относительно работы центральной избирательной комиссии. Я видел много составов, но такого лживого состава, который занимается аферами, у нас еще не было. Там витает дух Чурова, но дух преступной политики более очевиден. В прошлый раз выборы начинались с того, что Булаев, первый зам, по-моему, Совет Федерации избрал, позвонил в Новосибирск и арестовали нашу газету с полным программным документом. Потом еще арестовали в двух регионах. Мы ему сказали, какое вы имеете право, ведь выборы это тогда, когда есть программа, команда и диалог соперничества. Вы, как руководитель, обязаны помочь организовать этот диалог. Вы же занимаете абсолютно преступным занятием, даете указания арестовывать в тираж, огромный тираж многотысячной газеты. Затем они взяли и сняли наших двоих руководителей ЦК. Абухов у нас депутат, он единственный в Думе был доктором политологических наук, на Кубани шел. Он оказался их настолько перепугал, что надо было снимать. Они спубликовали там дело, связанное с заявлением о его дочери, и под этим предлогом его выбросили из списка. То же самое постигло нашего Соловьева, судью, очень толковый, грамотный депутат в Твери. Но мне казалось, что этот передел будет прекращен. Я им тогда напомнил, как снимали и выбрасывали из списка прокурора Скуратова. Прокурора Скуратова, чтобы не пустить администрации президента, вместе с ЦИКом сняли Бурятии только за то, что он пропустил одно слово, что он профессор, что он зав, что является деканом, оставили. Но вот профессор упустил слово и сняли. Я ему сказал, тебя мстят за то, что ты разоблачал этих мерзавцев, которые разворовывались с Ельцином, все деньги после дефолта. Тогда, чтобы предотвратить дефолт, Клинтон помогал Ельцину, присылали деньги. Так они деньги не пустили никуда, организовали дефолт. До дефолта доллар стоил 6 рублей, а после дефолта 24. Эти деньги рассовали по карманам соответствующие банки и нажились в 4 раза. В любой стране за это посадят на электрический стол. Они убрали Скуратова, мы тогда обратились в Европейский суд. Суд рассмотрел 8 тысяч евро, ему дали компенсацию, но выборы уже закончили. Потом у нас сняли 5 кандидатов в губернатор. А последний раз на Камчатке Быкова решили выдвинуть, Валерий, наш секретарь. Так они испугались настолько, что тут похожий суд дал ему 9 лет. Я пришел, говорю, или вы все ошалели, или потеряли окончательно под собой почву. Ну, потом покрутили, сейчас ее выпустим. А теперь дали, 5 лет просили Казанкову, лучшему руководителю, Мариэл. Вот, дали 2 года условно только за то, что создал лучшее в Европе хозяйство и провел рекультивацию полей рядом из соседнего песочка. И теперь ходят вокруг этого хозяйства, никак подмять не может, потому что мы вместе с Каритоновым 2000 молодых людей водили. Мы отбивали от этих бандитов это хозяйство. Главным бандитом оказался глава республики Маркелов, который сейчас сидит в тюрьме. Вот сегодня начинается новый этап. Я полагал, после того, как президент послание дал, после того, как поддержали опыт работы народных предприятий, после того, как на семинаре Грудинин выступил, Казанков, Сумароков, Кашин докладов, когда поручение президента выполнило правительство. Но я был уверен, сейчас будут вокруг нашего хозяйства проводить семинары, опыт делиться. Они выпустили полихатовцев, и его представитель пришел в ЦИК, как и Герасименко, главный представитель, главную рекетира Москвы, полихат. Я в прокуратуру обратился, говорю, кто такой полихат? Да мы его знаем прекрасно, вот, и он тут в розыске был, 5-й и 10-й. Вот они приперлись в хозяйство только для того, чтобы захапать и разделить, засунуть денег в карман. Земля в этом хозяйстве стоит 100 миллиардов. Вот вокруг это выходит. Поэтому речь не о снятии своих. Речь идет о том, чтобы все сделать, чтобы ослабить это хозяйство и захапать очередной шайб. Всем передайте в стране. В Ленинском районе было 15 хозяйств. Три из них были миллионерами. Люди жили достойно, работали, получали квартиры, вас кормили хорошей продукцией. Пришла эта банда Чебайцев вместе с Ельциным, поделили на паи, распродали. Нет этих хозяйств. Нет. Растет там бурьян, лопухи, понастроили железобетонных коробок. Все. Единственное хозяйство уцелело. Не могут простить. Оказались мелочные, лживые, трусливые люди, которые не понимают, что они творят. Но меня поражает. Почему гарант ничего нам не гарантирует? Почему прямое обращение всех лидеров патриотических сил, которые лежат у него в администрации, так и не рассмотрены? Почему мы не получили вразумительный ответ на прямое обращение? Почему начинают угрожать детям? Почему и за что посадили сына Левченко, сидит в матросской тишине почти год и не допрашивали, не расследовали? Неужели это криминальная полицейщина и правоохранительная система, которая становится праворазрушительной? Кому она нужна? Президенту не нужна. Обложили всю страну со всех сторон. Уже на Олимпиаде без флага и гимна выступает. Сейчас никто не хочет сюда за рубежа ехать на выборы. И внутри подрывают. Кто подрывает? Избирательная комиссия. Кто назначал Панфилов? Президентской администрации. Кто Булаева? Совет Федерации почему молчит, глядя на это безумие и безобразие? У всех лежат материалы на столе. Все знают. Поэтому мы обращаемся к гражданам страны. Если вы граждане и люди, если себя уважаете, если вы не сделали выводов из 90-х, тогда ждите еще больше беды. Поэтому надо всем защищать свои права. И защищать их спокойно в рамках закона решительно. Потому что если можно с хозяйством лучшим в Европе обходиться как с уличной девкой, завтра с любого из вас растопчет, как стадо бесивших слонов. Проявите волю и характер. И в том числе армейцы. Обращаются официально к Шойгу как министру обороны и Лаврову как министру иностранных дел. Вы возглавили список Единой России. Вы тоже отвечаете за честные и достойные выборы. Президент в Кремле всех собрал и сказал, будут честные и открытые. Я не вижу ни честных, ни открытых. Поэтому надо наводить элементарный порядок и начинать с судейской системы. Почти все они назначаются президентом. Если можно расправляться над таким хозяйством, тогда можно что угодно. Мы с этим не согласны. Мы будем бороться за элементарные права и право России быть современной, цивилизованной стороной. А это решается прежде всего на выборах, а не в отдельных кабинетах. Всего доброго.